Феномен удачи За здоровье Хозяин хомыхнул Говорит, не, за здоровье пить не буду Почему? У меня, говорит, кабанчик был здоровый А сейчас мы его зарезали и едим Давай лучше за удачу выйдем Итак, удача Уникальный феномен Да практически в любой человеческой культуре Он имеет право на существование Китайцы берут удачу Американцы Англичане И мы, русские, тоже Считаем, что есть такой феномен А откуда он берется? Ну, прежде всего, что такое неудачный? Все это познается на контрастах Ты одинок Ты одинок Тебе плохо Нет выхода Закончились деньги Ты не знаешь, что делать Не расстраивайся Просто ты Кто? Просто ты неудачный А что же такое удача? Оказаться в нужном месте С нужными людьми Бывает такое? Да Второе Как-то легко все получилось Третье Не верилось, что получится А получилось Удача Это ваша психологическая характеристика А значит, ее можно что? Развивать Тренировать Но сначала поговорим А что же такое наша судьба Мы должны быть реалистами И четко представлять Что же люди называют судьбой Интересный американский режиссер Квейтин Тарантино Однажды сказал Судьба это то Что не должно было с нами случиться Хорошо сказано? Судьба это то Что не должно было с нами случиться Так вот В древнегреческой мифологии В славянской мифологии В скандинавской мифологии Есть три богини Отвечающие за судьбу Как вы думаете Почему три? Вот за процесс Сна Отвечало одно божество Морфей За процесс смерти Танатас А здесь целых три богини Откуда это? Почему три богини Отвечают за человеческую судьбу? Клота, Лохеси, Сандропас Почему? Какие есть мнения? Ну что это? Ремвоентрибунал, тройка Приговорили и все Или групповая ответственность Никто ни за что не отвечает Что? Три группы факторов Влияют на вашу судьбу Наследственность влияет Да конечно влияет И жестко влияет Конечно лучше родиться Красивым Умным Да еще и здоровым Кто бы спорит Но есть еще Внешние обстоятельства Тоже влияют на нашу жизнь Поднимите руку Кто из вас Выбирал В какой стране Ему родиться Кто из вас Выбирал город Регион Кто из вас Выбрал родителей У которых родился Никто С кем из вас Советовался Михаил Сергеевич Горбачев И Борис Николаевич Ельцин При какой экономической Формации Хотите жить Как-то обошлись И без вашего Учения Итак Есть внешние обстоятельства Мы жили при социализме А теперь уже капитализм Мы родились в таком-то городе Определенная стартовая площадка Конечно лучше родиться на Манхэттене В семье миллиардеров Кто бы спорил Но оказывается Мы можем влиять на внешние факторы Мы заработали деньги Переехали в другой город Да когда будут деньги Мы можем переехать И в Америку Нас там с миллионами примут Примут нас с миллионами Примут Итак Внешние обстоятельства Могут жестко влиять Отчасти Но уже Мы можем им что-то противодействовать И наконец Третье Наши внутренние факторы То что я называю Эмоциональный интеллект Напористость Активность Боевые качества Умение держать удар То что у нас в стране Называют пробивная сила В совокупности От кого это зависит Только от нас Так кто же прав Те которые говорят Что Человек узнет своего счастья Или те которые говорят Фатум Ничего не изменишь Правы идеи другие Бывает и так Бывает и так Но у нас есть Что противопоставить Наследственности Внешним обстоятельствам Наш эмоциональный интеллект Мы продолжаем дальше И каждый бросок У нас удачлив Еще 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 Почувствую вкус Драйв Да Я Удачлив Удачлива А вот у неудачников Тут же появляются Подлые мысли Так не бывает Не должно Вдох 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 Бросаем манетку И она падает Так как Нижний Остановимся И сейчас Накачаем себя Состоянием удачи Вспомним Самый яркий эпизод Удачи в нашей жизни Вызвать Что мы испытывали Тогда Радость Подъем Приятные щекотания Вибрацию Легкость Крылья за спиной И продолжаем Бросать манетку Уже в этом состоянии Драйв Вам везет Все идет Так как нужно Легкость Игра У вас Получается Вдох Приучаемся От мысли Что мы удачливы То что не могут Другие У нас Получается Открыли глаза Открыли глаза А вот теперь Будем на самом деле Бросать манетку Двадцать раз Что отличает Удачливых людей От неудачников Удачливые Верят в свою удачу Неудачные Не верят Удачливый человек Может вспомнить Десять случаев Своей удачей Неудачник Ничего Вспомнить не может А мы сейчас Протестируем вас Написать Десять случаев Своей удачей Где вам реально Повезло Пишем Пишем тетрадочку Десять случаев Так что же Так что же Такой алгоритм Удачливого Повезло Чем Как ведут себя Удачливые люди В отличие Неудачников Хотите Открыть Средь Количество Повторов Удачливые люди Делают Больше Повторов Неудачник Попробовал Раз Не получили А удачливые Вот я уверен Когда вы кредит Брали Вы наверное Несколько Компаний Оббежали Да А неудачник Ой Не дали кредит В одном случае Дальше Не пойду Они делают Больше Повторов Больше Попыток У меня И знакомый Чемпион Мира По стрельбе Я говорю Ты удачливый Он говорит Да Но я заметил Чем больше Я тренируюсь Тем более Удачливым Я становлюсь И так Удачливых людей Отличает Количество Повторов Второе Что еще Отличает Удачливых людей Настроиться На позитивное Будущее Видение Позитивного Будущего Дама Я уверен Видела Мечтала Себя Главбухом Другая Дама Видела Мечтала Себя Хозяйкой Участка Третья Дама Как только Начала Видеть Мечтать Что ей Надо жить В нормальном Трехэтажном Доме Дело Пошло И так Видят Позитивное Будущее Неудач Неудачник Неудачник Боже Боится Об этом Думать Да все равно Ничего Не получится К чему Эти Иллюзии Мечты Дальше Настроиться На удачу Вспомнить Свои Прошлые Переживания Удачи Ощущать Эту волну Я в прошлом Был Удачей Я буду И в настоящем Я буду И в будущем Удачей Далее Гибкие Стратегии Поведения Гибкие Стратегии Поведения Не получается Так Сделаю По-другому Не получается Занять Грузей Займу Банки Или Заработаю Не получается Купить Дом Сам Построю Дом Сам Построю Дом Не получается Сразу Трехэтажный Дом Сделаю Коробку Потихонечку Освою Первый Шаж Второй Треть Гибкие Стратегии Поведения И последнее Уметь Создать Условия Для Своей Удачи Некоторые Верят Вот там Всевышний Там Все По судьбе Сидят И ждут Когда Повезет Не повезет Самим Нужно Создавать Условия Для Удачи Знать Знакомых Банкиров Уметь Знакомых Чиновников Доказать Другим Что вы Классный Бухгалтер Доказать Другим Хотя бы Составить Такой Имидж А где же Очень хорошо Описан Феномен Удачливого Поведения Сказку читайте Иванушка Дурачок Все там Описано Несколько Правил Жизни Ивана Дурака Первое Правило Запишем Налаживай Коррупционные Связи Да У него С зайчиком С волком С яблоней И прочее И прочее Налаживал Коррупционные Связи Что имеется Он не стеснялся Другим Людям Животам Растениям Оказать Помощи Он Дивидендов За это Не просил И Волку Помог И Зайчику И Яблоней И еще Он Не знал Ответствуем Тем же Или нет Но Когда Коснулось Его Когда Нужно Было Обратиться Ему То Ему Пошли Навстречу Почему Он Сперед Этим Немножко Помог И так Налаживай Коррупционные Связи Второе Берись За большие Проекты Не мелочись Умные Братья Испугались Проекта Яблоки Живая Вода А он Не испугался А не повернули Он пошел На большой Проект Хотя Многое Не получалось Так что В сказке Написано Умел Держать Психологический Удар Погоревал Погоревал Дурак А пошел Куда Дальше Дальше Пошел Не назад А дальше И так Большие Проекты И держал Удар Третье Работал В команде Команду Сформировал Зайчик Советы Умных Людей Ну он же Дурак Чего им Стесняться Умные Считали Что они Умные А он Понимал Что есть Еще Умные Да Умных Людей Послушаем Далее Косил Под простого Был Далее 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 Улыбка Со всеми Хорошие Отношения Я ни в чем Не понимаю Покажите Научите Вы зря Смейтесь В нашей стране Фотлых умников Не любят Президентом Руководителем Легче стать Когда у тебя Простой образ Было два Космонавта Помните Гагарин Второй Кто был Титолог Почему Титолог Не пустили Высшее Образование Улыбчиво И слишком Интеллигентно А у этого Улыбка Русское Лицо Простой И он Прокатил По всему Миру Вот Классический Космонавт Из России Простым Славянским Лицом Ну и Что Что Не думаешь Образование Зато Улыбается Как Вот Вот Они Составляющие Успеха Все Это Было Написано Давно Но Почему То Люди Это Не Использовали Все Какой Свой Собственный Путь Придумывает Все Описано В книгах Оля Послушайте Внимательно Что Говорит Оля Вас Зовут Андрей Зовут Персонально Обращайтесь К нему Андрей Ты В прошлом Был Андрей Ты В прошлом Был Удачлив Андрей Ты В настоящем Удачлив Андрей Ты В будущем Будешь Удачлив Андрей Я Верю В тебя Что Говорю Я Андрей Ты В прошлом Был Уверен Андрей Ты В настоящем Уверен В себе Андрей Ты В будущем Будешь Уверен В себе Я Верю В твой Потенциал Вот Что Мы Говорим С ней Синхронно Одновременно Для чего Это Нужно Если Мы Говорили Одному У него Тут же Включался Критический Барьер Сопротивление Да Какой Я Уверен Да Какой Я Удачлив Он бы Сам Сем Кучу доказательств Приявил Из прошлого Что-то Далеко Не так Но Когда Говорят Двое Ему Некогда Включать Сопротивление Ему Нужно И ее Услушать И меня Услушать Выслушать Одновременно Что Получается Поэтому Критики Нет Сопротивления Нет Это Это Все Уходит На Уровень Подсознания Лучше Проникает В Подсознание Техника Не Новая По Такой же Мобиле Работают Цыгане Обкладывают Вас Со Всех Сторон Им На Доголосе Давай Погадаю Давай Погадаю Многие Ломаются Ну Давай Погадаю Один На Один Включилось бы Сопротивление Много Голоса И Как бы Входим В Его Интимную Зону Тогда Голоса Воспринимаются Еще С Большим Уровнем Доверия Можно Конечно Кричать Вот Оттуда От Двери Ты Уверен В Себе А Можно Говорить На Чем У нас Ассоциируется Жест Включаем Его Киностетику Да Все Классно Все Здорово Но Это Еще Не Все Он Сидит Распримившись Выше Подбородок Глаза Закрыты Но Глаза Смотрят Вверх Когда Нам Хорошо У нас Глаза Устремляются Вверх Мы Задействуем Еще Второй Киностетический Якорь Первый Пальцы Второй Взгляд Вверх Дальше От него Ничего Не требуется Просто Слушать Впитывать Себя Как Губка Что Мы Ему Говорим Что Делать Нельзя Нельзя Отпевать Живого Человека Некоторые Начинают Андрей Ты В Прошлом Был Уверен В Себе Не Надо Отпевать Он Живой Еще И Так Наложили Руки Чуть Чуть Пониже Оля И Чуть Чуть Пониже Оля И Сейчас Наша Задача Сделать Это Максимально Синхронно Но Называем Человека По Имени Андрей Ты В Прошлом Был Уверен В Себе Андрей Ты В Настоящем Уверен В Себе Оля Вы Удача Вы Женщина Ассоциируется Мужчина С удачей Поэтому Вы Говорите Только Об Удаче Еще Раз Что Вы Ему Говорите Андрей Ты В Прошлом Был Удачный Андрей Ты В Настоящем Удачный Андрей Ты В Будущем Будешь Удачный Я В В Твое Удачное Начали А я Про Уверенность Андрей Ты В Прошлом Был Уверен В Себе Андрей Ты В Настоящем Уверен В Себе Андрей Ты В Будущем Будешь Уверен В Себе Я В В Верим в твой потенциал. Итак, мы это повторяем 7 раз. Прошло-настоящее, будущее. Прошло-настоящее, будущее. Прошло-настоящее, будущее. Прошло-настоящее, будущее. Всего 7 повторов прошлого, настоящего и будущего. Понятно. Если есть проблемы с запоминанием, нарисуйте сейчас эти тексты у себя в раздатке, потом мы разобьемся на тройки, и вы будете по очереди друг друга зомбировать. Мальчик-девочку спрашивали, ты меня любишь? Ну, люблю. Что в интонации? Хотя вроде бы сказала, сказала, люблю. Итак, интонация. Итак, мы работали с американцами, они рассказали свой анекдот о удаче, а мы им свой. Встречаются два господина у нас в России. Один другого спрашивает, как жизнь? Он говорит, да плохо, штукатурка обвалилась, соседи потолок залили, сына посадили, жена ушла. А где работаешь? Да на прежнем месте талисманы на удачу продают. Это наш российский анекдот. Рассказали? Американцы рассказывают свой. Пропала собака без одного уха, без одного глаза. Со сломанной лапой. По кличке Удача. Я уже занимаюсь психотерапевтической работой лет 30. И лет 20 уже проводим тренинги. Бизнес-тренинги, тренинги личностного роста. Работаем с рамок самых разных направлений. И с сетевыми компаниями, и с такими корпорациями. Так вот, было выявлено, что у неудачников есть свои жизненные сценарии. По сценариям, которым они живут, и регулярно добиваются неудачи. Какие это сценарии? Первое. Прокурор. Прихожу как-то к приятелю гостей, жена открывает дверь, а он с кем-то на кухне разговаривает. Другается, критикует. Я говорю, у вас что, гости? Он говорит, да нет, он с телевизором разговаривает. Да. Момент истинной передачи идет. Там разоблачают жуликов, коррупционеров. И вон орет он и с телевизором. Да я это знал еще пять лет назад, что они живут. Их сажать надо. И вот такая передача не идет. Он везде ищет негатив. Везде ищет негатив. Естественные набои. Естественно, возможности, позитив, успех он не верит. Отсюда у него и у самого проблемы. Но если ты сам не веришь в позитив, откуда он у тебя возьмется в твоей жизни? Это первый сценарий. Про-куор. Второй сценарий. Заезженная позитивка. В свое время я работал в Министерстве науки. Ну, в 95-м году ушел на вольные хлеба, сделал свою компанию и работаю, проводя тренинг. Ну, мне же интересно, как люди-то живут в Министерстве науки. Я туда регулярно прихожу. Приходишь туда как в музей, а там ничего не меняется. Они в тех же костюмах ходят и те же разговоры ведут. Какие? Разговор первый. Скоро нам прибавят зарплату. Разговор второй. Скоро нас всех разбонят. Две темы. Две темы. Что они говорили в 95-м году, то же самое они говорили и в 2000-м, то же самое говорят и сейчас. Ничего не поменялось. Заезженная позитивка. Я ушел в 95-м году. В 97-м к ним прихожу. Они говорят, вот как ты вовремя сделал. Вот когда нужно было уходить. Вот когда можно было начать свой бизнес. 97-й год был. Прошел 2000-й год, я прихожу, они говорят, в 97-м году надо было начинать. Сейчас уже ничего не сделаешь. 2005-й год. Они говорят, да начинать-то нужно было после дефолта свой бизнес. Вот когда нужно было уходить. Что они скажут в 2010-м году, когда нужно было начинать свой бизнес. В 2007-м году. Все повторяется. Вот феномен заезженной пластинки. Одно и то же, одно и то же. Но если ты сам ничего в своей жизни не меняешь, как она изменится? Никак. Третий сценарий. Все будет хорошо. Это вот раньше на русском радио постоянно припев шоу. Все будет хорошо, все будет хорошо. У них точно. Они себя раскрутили, хорошие деньги на рекламу, и пошло, и пошло. Но если вы только думаете, что будет хорошо, и ничего не делаете, откуда оно возьмется? Вот еще один жизненный сценарий неудачный. Человек-сновидение. Нет своей цели, нет своей жизненной концепции, своей жизненной стратегии. Чревато еще так. Один к нему прибежал. Дай мне свои деньги, я и положу свой бизнес. Прогорел. Другой прибежал. Давай свои деньги, мы сейчас бизнес сделаем. Опять он его не контролирует. Третий прибежал. Иди ко мне работай. Пришел. Но опять там ничего не заработал. Своей цели нет. Жизнь проходит, а он все живет по чужим сценариям. Как вот вы во сне. Вам снится сон. Подсознание задает сюжет, и вы согласно этому сюжету себя ведете в сновидении. Будет другой сюжет, сона, вы будете себя вести по-другому. Вы не отвечаете за то, какое вы должны смотреть сновидение. За это отвечает подсознание. Амеба. Примитивная амеба под микроскопом. Ползет туда, куда нужно ей. Ей там и палочки ставят, и песчинки. Она их огибает и ползет туда, куда нужно ей. Люди некоторые, как бромовское движение. Их постоянно толкают, а своего маршрута нет. Последний жизненный сценарий неудачника. Аналитик. У меня есть приятель, который уже 10 лет анализирует экономическую ситуацию в стране. Думает, куда вложить 10 тысяч долларов. Журналы читает, аналитикой занимается. Люди за это время обогатились, разорились, обогатились, разорились, обогатились, разорились. Миллионерами стали. А он все думает, 5-10 тысяч долларов вложить. Но если ты ничего не делаешь реально, откуда деньги возьмешь? Тогда приходится и рисковать. Приходится и рисковать. Вот как живут неудачники. Что же отличает удачных людей? Какой у них жизненный сценарий? Позитивно относятся к жизни, раз. Второе. Регулярно не боятся в своей жизни что-то поменять. Верят, что все будет хорошо. Но и делают, делают. Каждый день по чуть-чуть делают. Есть своя программа. То, что мы говорили в начале тренинга. Стать своей целью. Иди к ним. Как говорят в Тибете. Не знаешь, куда бежать, стоит ли бежать. А когда узнал, беди. И, наконец, да, мы должны обрабатывать информацию. Мы должны анализировать ситуацию. Но вместе с тем, на каком-то этапе, мы должны принимать решения и делать. Делать пусть даже с ошибками. Пусть даже с ошибками. Как говорил Бунин. Больше всего рискует тот, кто никогда не рискует. Кто никогда не рискует.